МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Оксана Иванова, заместитель управляющего Рязанским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. Сегодня поговорим о прямых выплатах. Расскажите, что это такое? Здравствуйте! С 1 июля текущего года Рязанская область вступила в пилотный проект Фонда социального страхования «Прямые выплаты». Его история такова. Стартовал он в 2011 году после вступления в силу соответствующего постановления правительства и действовал всего в двух субъектах России. Это Республика Карачаева-Черкесия и Нижегородская область. Опыт работы этих регионов успешно распространялся, но вступление в проект новых субъектов шло постепенно. К концу 2018 года уже 39 регионов России принимали участие в пилотном проекте. В 2019 году этих регионов станет 59. И к 2021 году предполагается, что вся страна перейдет на новую схему выплат пособий по обязательному государственному социальному страхованию. Расскажите, какова его главная цель? Главная цель пилотного проекта «Прямые выплаты» является повышение социальной защищенности работников, своевременное и полное обеспечение граждан пособиями. При прямом механизме выплат не будут допускаться задержки по страховым выплатам, поскольку это происходит независимо от финансового положения работодателя. Также механизм прямых выплат предполагает автоматизацию многих процессов, что тоже ускоряет процесс выплат самих. Расскажите, что именно изменилось с 1 июля? Как действовала система раньше? Это так называемый зачетный принцип оплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование. То есть работодатели выплачивали пособия своим работникам, затем уменьшали размер страховых взносов фонда социального страхования на сумму произведенных расходов. Недостающие средства на выплату пособия перечислялись из регионального отделения фонда. С 1 июля все страхователи, работодатели организации, зарегистрированные на территории Рязанской области, перечисляют всю сумму страховых взносов, не производя в счет них никаких расходов. На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Федеральную налоговую службу, а вот несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний Фонд социального страхования. И свои пособия граждане уже будут получать напрямую из Фонда социального страхования. Размер пособий изменится? Необходимо сразу отметить, что размер пособий, формула их расчета меняться не будут. Изменилась лишь схема взаимодействия Фонда социального страхования, работодателей и работников, получателей пособий. А какие выплаты мы можем получить напрямую в Фонде социального страхования? Напрямую из Фонда социального страхования будут производиться выплаты пособий по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с производственной травмой или профессиональным заболеванием. Единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности в лечебных учреждениях, и также оплата отпуска на все время санаторно-курортного лечения в связи с производственной травмой или профессиональным заболеванием, а также оплата проезда к месту лечения и обратно. Что касается работников и работодателей, что они должны знать и что необходимо им делать? Работник обращается по месту своей работы, я подчеркиваю, по месту своей работы за назначением пособия и предъявляет все документы, подтверждающие его право на пособие, заполняет соответствующую форму заявления, и дальше работодатель передает все эти данные в форме электронного реестра в фонд социального страхования. Функция расчета и выплаты пособия переходит к специалистам регионального отделения, и работник просто получит денежные средства, причитающиеся ему в качестве пособия, напрямую из регионального отделения фонда. По сути, он не должен заметить того, откуда конкретно пришли эти деньги. А что касается сроков, каковы они? С момента написания заявления у работодателя есть 5 календарных дней для передачи данных в фонд социального страхования. В случае, если все данные верны и корректны, региональное отделение в течение 10 дней производит расчет назначения и выплаты пособия гражданину. Обязательно ли перечислять на зарплатную банковскую карту пособие или нет? При прямом механизме выплат работник сам вправе выбрать способ получения пособия. Это может быть и расчетный счет в банке, может быть почтовый перевод. Как показывает практика работы регионов, которые давно участвуют в этом пилотном проекте, наиболее простым способом получения является перечисление денежных средств на карту национальной платежной системы МИР. В таком случае в форме заявления работник указывает только лишь номер карты, и заполнение реквизитов банковских при этом не требуется. Если работник не получил пособие, как ему необходимо действовать? Если работник в рассчитываемый им срок не получил пособие, он может уточнить всю необходимую информацию в личном кабинете получателя услуг фонда, ссылочка на который расположена на нашем сайте регионального отделения. Там будет содержаться вся информация, это очень удобно. Также он может написать официальный нам запрос в региональное отделение фонда, и уточнить некоторые моменты, конечно, может у своего работодателя. Как правило, задержки выплат пособия сейчас, на начальном этапе, бывают в случае передачи не совсем верных сведений, в случае проведения нами некоторых уточняющих мероприятий. И мы все-таки надеемся на то, что со временем все эти острые моменты, которые есть сейчас, они будут сглаживаться, все будут привыкать работать в новой схеме, и, собственно говоря, система должна функционировать слаженно. Если работник болел, то где он должен получить справку 2 НДФЛ? В отношении сумм пособий по временной нетрудоспособности, выплачиваемых напрямую работникам организации, Фонд социального страхования является налоговым агентом. И в связи с этим, в соответствии с Трудовым кодексом, территориальные органы фонда в трехдневный срок с момента поступления запроса от работника о суммах его доходов, в данном случае по больничному листу. Справочку о доходах 2 НДФЛ работник получит от регионального отделения по почте, либо он может обратиться и получить на руки, придя в региональное отделение. Давайте расскажем нашим телезрителям о плюсах и минусах прямых выплат. Если мы будем говорить с вами о плюсах данного проекта, давайте начнем с застрахованных граждан. Это работники, которые имеют официальные трудовые отношения, работающие по трудовому договору. За них работодатель уплачивает соответствующие страховые взносы. Для них плюсами является то, что будут своевременно выплачиваться пособия, вне зависимости от финансового положения работодателя. Будет производиться правильный расчет. Нами установлена многоуровневая система контроля за правильностью расчета пособия. Пособие будет выплачиваться вне зависимости от дня заработной платы. И денежные средства будут перечисляться именно тем способом, который удобен работнику. Также исключаются финансовые конфликты с работодателем. И все выплаты имеют целевой характер. Если мы будем говорить о пособиях по уходу за ребенком до полутора лет, необходимо отметить следующий нюанс. Это пособие в соответствии с действующим законодательством будет выплачиваться региональным отделением фонда с 1 по 15 число месяца, следующего за тем, за которые прочитается пособие. Например, свое пособие за июль граждане будут получать с 1 по 15 августа. Но, как я поняла, теперь пособие зачисляется только на определенную карту, да? До 1 мая текущего года обязательными к зачислению на карту национальной платежной системы МИР были пенсии, зарплаты бюджетников, государственные стипендии. С 1 мая этот список пособий расширен. И сюда же попадают наши пособия по материнству и детству, которые теперь обязательны к зачислению банками только на эти карты МИР. В случае, если у женщины, допустим, или у лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, нет карты МИР, эти денежные средства поступят на специальный банковский счет. И получить их можно будет только в отделении банка. Опыт регионов, давно работающих в пилотном проекте, показывает, что использование карты МИР является удобным как для граждан, так и для работодателей. Одна неделя проекта уже прошла. Расскажите о результатах. Действительно, уже 5 дней, как региональное отделение фонда, работает в новых условиях, по новой схеме. За это время от работодателей поступило порядка 2,5 тысяч реестров, которые наши специалисты обрабатывают. И буквально в пятницу, 5 июля, пошли первые выплаты гражданам. Спасибо. И на сегодня это все. Всего вам самого хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин